Всем привет! Меня зовут Алексей Красиков, я руководитель и основатель школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Сегодня я буду отвечать на вопросы о нашей экосистеме, о развитии наших выпускников и о социальной сети, которую мы недавно сделали. Соцсеть. Что это? Это как раз-таки часть экосистемы школы. Помимо того, что мы занимаемся профпереподготовкой программы психологической консультировки тревожно-фобических расстройств, мне пришла в голову идея сделать федеральную сеть, в которой можно объединить только наших выпускников и крутых врачей по всей стране. Чтобы у пациентов с невротическими расстройствами, с вегетсосудистой дисфункцией, с паническими атаками, с тревожностью, с депрессией, чтобы им не нужно было ходить непонятно куда, тратить кучу денег и кучу времени, слышать диагноз ВСД, слышать расстановки по Хеллингеру, притворяться шкафом, чистить родовые каналы. И вот чтобы этого мракобесия исключить, я решил создать такое комьюнити по делу. Если у человека тревожно-фобическое, тревожно-депрессивное расстройство, он в этом комьюнити может найти психиатра, кардиолога, невролога, психолога, психотерапевта, всех, кто ему поможет, причем из любого города. Поэтому соцсеть – это такая большая экосистема, куда попадают только наши выпускники и только врачи. И гости могут найти себе наших выпускников для консультирования и врачей. Как пришла в голову идея сети? Идея пришла в голову, потому что меня стали насиловать вопросами, как найти ваших выпускников, кого вы порекомендуете. И чтобы мне быть справедливым, как учит нас одна из добродетелей эстоической философии о справедливости, я понял, что я не могу кого-то выделять, а кого-то задвигать, потому что у нас несколько сотен выпускников. И я решил сделать такую медийную платформу, где я смогу этих выпускников всех показать. Сначала я хотел сделать некий просто архив. Потом я понял, что архив – это неинтересно, я хочу помогать выпускникам продвигаться. Я придумал, давайте сделаем так, чтобы выпускники еще писали контент. Ну и одно за другое. В общем, мы сделали соцсеть, где у каждого выпускника есть своя страничка. Он пишет статьи, он снимает видео. Мы сделали фактически новый YouTube в России, только с профилем тревожно-фобические расстройства. Все наши выпускники становятся авторами. Мы приглашаем туда кучу интересных профессиональных врачей, медицинских комьюнити, которые будут писать публикации, делиться мета-анализами. И люди, которые наконец-то хотят в России профильно найти специалистов именно по вопросам тревоги и депрессии – welcome от врачей до наших выпускников. В чем особенности и что даст эта сеть? Ну, прежде всего, я бы разделил на две части этот вопрос. Что она даст для выпускников? Она даст маркетинговую поддержку. То есть человек фактически демонстрирует себя всему миру, потому что все его статьи будут индексироваться в Яндексе, в Гугле. То есть фактически человек получает свою страничку, на которой он, ну это как ВКонтакте в кавычках, где он постит свое видео, статьи, фотографии, сториз, какие-то заметки. И он может показать свою компетентность, свой контент людям и миру. Второе – он получает очень крутую поддержку сообществу. У нас есть закрытая часть форума, где гости не видят эту часть форума, и там только наши выпускники и врачи. Они помогают друг другу с точки зрения супервизии, интервизии. Врачи их консультируют, помогают, они ищут врачей. Например, кому-то нужен кардиолог, кому-то нужен невролог. То есть это очень крутое экологическое профессиональное сообщество. В-третьих, это фактически трудоустройство. Ты пошла, отучилась в школе, стала специалистом, и теперь просто показывай себя, бери клиентов, консультируй и так далее. Это то, что получают выпускники. Продвижение, экосистему, медийность и развитие. Что получают гости? Ответ очевидный. Гости получают в едином месте контент и врачей, и психологов, и консультантов. Им не надо больше идти в YouTube и надеяться на то, что они нашли что-то правильное. Потому что YouTube сегодня превратился, если честно, в большую помойку, где у тебя по одному запросу десятки вариантов. И они все разные. И обыватель в тревожном расстройстве просто не понимает. Один говорит, копайте налево, другой вообще не копайте, третий направо, четвертый говорит, вообще давайте чакру откроем. Пятый говорит, это все, это оградный Меркурий. Шестая говорит, надо просто каналы почистить. Седьмая говорит, все у тебя хорошо, просто прости всех своих прошлых бабушек. В общем, полный пиздец. И мы как раз против всей этой эзотерической шляпы. И у нас гости будут получать только крутых врачей, которые прошли верификацию. Только крутые клиники, скидки в лабораториях, скидки на исследования наших выпускников. И крутое комьюнити, которое их будет поддерживать. Я считаю, это самый крутой федеральный проект в медицине и психотерапии в России на сегодняшний день. Кто может быть автором контента и экспертом? Я специально настаивал, и когда создавал все это, придумывал историю, что авторами могут быть только наши выпускники и студенты. И только наши верифицированные врачи и преподаватели. То есть это кардиологи, неврологи, психиатры, физиологи, психологи, психотерапевты и наши выпускники. Только. То есть нельзя быть Васей Галапупенко, который типа психолог, и он станет автором. Нет. Sorry. Человек должен, этот Вася Галапупенко должен отучиться у нас в школе, зарекомендовать себя как хороший студент, доказать свою компетентность, снимать хороший контент в этой соцсети, быть полезным для общества, то он будет автором. Либо он должен быть серьезным врачом, кандидатом наук, уважаемым в медицинском сообществе специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok